Дефицит бюджета Республики 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 каждую мелочь. Тем более, что от сроков принятия бюджета республиканского напрямую зависит принятие бюджета муниципального. По правочной кампании мы еще не приступили. Заранее скажу, что по принятому сегодня постановлению Президиума Верховного Совета установлены календарные сроки. Следующий. 5 числа, то есть сразу после праздника, в четверг будут опубликованы основные позиции проекта республиканского бюджета в газете Хакасия. 19 числа состоятся публичные слушания. Мы, конечно, в самый широкий круг участников приглашаем в первую очередь руководителей местного самоуправления, то есть глав администрации населенных пунктов, поселений районов и так далее. 20 числа состоится комитет по бюджету, который эти поправки рассмотрит и передаст их правительству на согласительную комиссию. И 25 числа, мы так надеемся, бюджет будет рассмотрен в первом чтении. Кстати, на минувшей сессии парламента депутаты составили обращение в Госдому о предоставлении Хакасии дополнительных средств на строительство дошкольных учреждений в Шира, Копьево и Черногорске. Всего необходимо 216 миллионов рублей. Инициатива довольно своевременная, поскольку федеральный бюджет еще не принят. Шанс получить деньги вполне ощутимый, при том федеральный бюджет с учетом общей экономической ситуации нынче имеет особенности принятия. Российская казна верстается на один год, а не на трехлетку, как раньше. Хакасия же оставляет трехлетнее планирование. По мнению депутата Госдумы, решение верное. Мы должны знать перспективу, какие объекты можно закладывать, какие все-таки имеем в виду мы продолжать строительство или начинать новые, в том числе школы, в том числе дошкольные учреждения, о чем сегодня обращение принято. Все-таки три таких учреждения очень важные, которые нужно достроить. Надо на это искать ресурсы дополнительные. Конечно, все эти вопросы надо рассматривать. Между тем, еще одна из самых обсуждаемых тем в республике – апрельские пожары. Сегодня практически закончена ликвидация последствий. Главным образом более тысячи домов построено. Однако огонь весной уничтожил не только жилье. Серьезно пострадало и сельское хозяйство. В Целинном сгорели три животноводческих помещения. Восстанавливали хозяйство буквально всем миром. Из федерального бюджета поступило 12 миллионов рублей. Помогли местные власти. Общая сумма инвестиций превысила 100 миллионов рублей. Сегодня мы смотрим одно из отделений, из четырех отделений, по Целинное. Вот здесь дойного стада доится 900 голов сегодня. Всего в Ширинском районе 2300 дойного стада, из них 2000 голов доится по Целинное. И на дое сегодня здесь составляют где-то порядка 12 с лишним литров молока на куражную корову. И то, чем занимается сегодня коллектив, который возглавляет Владимир Николаевич Станников, это как раз то, чем должны заниматься все хозяйства у нас в республике. Возвращаясь к теме бюджета, на поддержку сельского хозяйства в 2016 году там предусмотрено более 870 миллионов рублей. Это на 200 миллионов больше, чем в нынешнем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова